Пожалуйста, кто хочет, сколько хочет, идите. Для них это, получается, меня можно было... Для этого я, вот, маленькая реманка. Я помню, тогда инженеры специально переходили на рабочие должности для того, чтобы вы вступили. Ну, а я просто попросил, говорю, я просто не смогу сделать карьеру, если я не старую. Поэтому я знаю, что два человека в год. Будьте добры, рассмотрите возможность, когда можно мне... То есть в 81-м я поступил, где-то в 82-м, по-моему, в 83-м только году я смог попасть в эту разнарядку, и меня приняли в кандидаты. Потому что в 84-м, потом я знаю, когда я уже был заместителем прокурора Леенского района, то меня в Леенском районе, в райкоме партии, принимали уже члены партии. И я уже на момент 86-го года был членом партии. На то время это доставили. У меня было образование, выслуга какая-то, был членство партии. Поэтому при проверке через партийные органы, а без этого нельзя было быть назначенным. Я проходил собеседование у второго секретаря обкома партии, у первого секретаря обкома партии. После назначения... Ты женат уже был? Или я сильнее всего? Уже был. Нет, на то время я был женат. Женат был? Да. Потому что это что же, если ты не женат, то тоже там тебе в минусах попадаешь? Да, 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 обязательно. То есть я соответствовал всем на то время стандартам, поэтому стал прокурором. То есть мы продолжаем продвигаться к той промежуточной, помимо адвокатского бюро и адвокатской династии, о том, как покушение ТОПа влияло на наше интервью, да? Что мы сидим, сегодня общаемся. То есть мы дошли уже до этапа, что я стал прокурором, потом 9 лет я, я считаю, верой и правдой служил государству. По моему мнению, это в моем понимании, это была та служба, которая была до революции. Люди служили, начинали там с простолюдинов, да? Потом служили-служили, достигали до дворянства. То есть было такое понятие, что чиновник это чин, от слова чин. А служить кому? Не какому-нибудь там дяде. То есть я могу служить, что я, чётко сказать, я служил государству. Да, вот у меня как раз тут проявлялось, проявлялось моё это качество, как принципиальность, незъебаемость вот это. Может, надо было быть дипломатичнее, погибче. Тогда бы никто мне в 95-м году не сказал до свидания. То есть с 86-го по 95-й год я служил, служил государству, считаю, служил верой и правдой. То, что мы во взглядах разошлись, я просто, вначале я обижал... Тебе кто-то конкретно... Извини, вот ещё вот такой маленький вопрос, он очень важный, я думаю... Тебе кто-то конкретно сказал до свидания, или тебя просто система съела? Меня съела система три члена... Еще, еще, секундочку, ты же... Говори, да. Три члена коллегии прокуратуры Николаевской области, то есть есть такое понятие, как коллегия, да? Семь членов тогда было. Это май 95-го года. Для полномочности любого коллегиального органа надо, чтобы было большинство, да? Минимум четыре. Тут собираются три заместителя прокурора области, не будем называть их фамилии. Проводят совещание. А что не будем? Может, что шло... Ну, я не хочу... Я всех этих людей простил. Тем более, если простил. Простил, потому что вначале я обижался, причем достаточно долго, но потом понял, что это любая обида, она наносит вред по тому, кто обижает. Тебе, конечно. Тебе же самому. Поэтому собрали городских прокуроров, идет обсуждение вопроса подготовки к 9 мая. А потом говорится, а теперь работаем в режиме коллеги, слушается вопроса прокурора Центрального района города Николаева. И без всякого объяснения до того, то есть, если бы мне дали ознакомиться с актом проверки, чтобы я объяснение написал. С нуля я сижу и только в ежедневник записываю, какие же ко мне претензии. То есть это было неожиданно? Для меня это было неожиданно, да. Лихо. Коллеги, значит, я успел записать, какие ко мне были претензии, не будем. Юра, это не серьезный вопрос. Все то, что... Ну, единственный серьезный вопрос, который можно рассматривать как серьезный, это то, что мы с женой в марте 95-го года был, есть или была компания НЕСК, такая судоходная. У них было судно такое небольшое. Гиппанис. Гиппанис. То я на нем... Вот, на этом Гиппанисе в марте 2006-го года по предложению покойного Тимощенкова Юрия Ивановича. Юрий Ивановича. Юрий Иванович, а не Владимир Иванович? Юрий Иванович, не помню. С которым у меня были личные отношения, просто личные, ничего служебного. Юрий Иванович, а я съездил в Турцию, стоимость билета была там что-то долларов по 200. Меньше. Ну, факт то, что идет полупустой теплоход, он мне предложил. Юрий Иванович, они же ездили за какими-то там помидорами, за овощами. Юрий Иванович, я ездил, да. Юрий Иванович, а я не ездил, мы просто на неделю съездили, он мне предложил, хочешь съезди? А я говорю, сколько стоит? Я говорю, он говорит, нисколько, у нас с тобой отношения. Мы съездили бесплатно на этом пароходе, и вот эту бесплатную поездку... Юрий Иванович, мне засчитали как главный криминал. Юрий Иванович, а в Балдии. Юрий Иванович, и это послужило всему остальному, допустим, что... К примеру, у меня было такое обвинение в приказе об увольнении, как сращивание с коммерческими структурами. Сращивание заключалось в том, что ООО, в котором моя жена была учредителем, было зарегистрировано по нашему домашнему адресу. Юрий Иванович, а я с женой, естественно, срастился, да? Я же был в браке с ней. То есть, вот это сращивание, вот это было сращивание. Там была поездка, а там было это, а там плюс ко всему было, что я в день отъезда и отхода теплохода, и прихода, отсутствовал на работе свыше трех часов. То есть, допустил прогул. Да, формально говоря, допустил прогул. Но я посчитал, что за 9 лет прокурорства я приходил на работу минимум на один час раньше. За 9 лет, когда я пересчитал эти часы на количество дней, у меня получилось, что я переработал ровно год. Это не считая ночных выездов, где прокурор должен выезжать на каждое убийство, то есть ненормированный рабочий день. Мне посчитали, что вот эти день отъезда, хотя я и в день отъезда был на работе, и успел расписать бумаги, и в день приезда был на работе. Но когда дошел вопрос, то есть я уже перешел дорогу многим людям на то время. Я допустил тогда, не допустил, а перед этим, я многим влиятельным людям города Николаева и области... Тогда я все прямо написал в газете у Настенко, был номер 2 Николаевских новостей, была огромная, когда меня по-черному пиарили, под псевдонимами опять же сливали, а я под своей фамилией давал интервью... Назови фамилию, кому ты перешел? Настенко. Кому ты перешел? Раз это уже было, ты говоришь, в газетах уже было. Ну, к примеру, смотри, осенью, если говорить о криминале, да, осенью 4-го года я дал санкции на арест череднику Виктору Алексеевичу, ныне уважаемому предпринимателю. Ну, кличка его очень известна в городе. Да, вот, и тютюну Вячеславу, там, Александровичу, по-моему, я его отца знал, майор милиции, умер от сердечной болезни какой-то. Это на то время были два человека, которые держали весь город, это осенью 4-го года. Перед увольнением у меня были угрозы, я полгода ходил с пистолетом ТТ под мышкой. То есть угрозы под домой, по телефону, жене, звонили и говорили там это дело, так? Чтоб ты не давал? Нет, чтоб я вел себя спокойнее, в целом, утихомирился. Без фанатизма? Без фанатизма арестовывал людей. Я же давал по 300 санкций в год на арест. То есть за 9 лет 2700 санкций. Виктора Алексеевича посадили тогда, арестовали? Арестовали, он год с лишним был под стражей по этой санкции. И все законно, то есть суд признал законность этой санкции. Почему вы сейчас делаете? А потом, ну давай не будем эти... Там была статья о вымогательстве. Значит, а перед этим один из замов прокурор области отказал в наши санкции на его арест. А я арестовал. Ну как ты считаешь, этот зам прокурор области мог после этого иметь ко мне хорошее отношение? Ну так тебя правильно отправили на воздух. Да. Меня по-легкому отпустили. В Москве бы меня просто замочили. Тебя отпустили? Да. Был еще такой... Это заметен не я говорил. Да, заметен не я. Нет, так я об этом знаю, что если бы я такие взгляды на жизнь реализовал в Москве, то в Москве меня бы живым не отпустили в такой ситуации. Да, в Москве, наверное, здесь как бы по-домашнему. Да. Сказали парень, ну ты тут, мы уже хотим жить спокойно, все это, а ты вот со своими принципами нам мешаешь тут жить и работать. Ну, был... Потом Виктор Алексеевич стал консультантом у Киноха, да? Ну вот, кстати, я же арестовывал и кума Анатолия Кирилловича, кофту Сергея Андреевича такой был, это Укрнефть и Газбан. Вернее, как, не арестовывал, а задерживали. Задерживала его я, а следствие вела прокуратура области. И бывший прокурор области, ну, допустим, есть живой бывший начальник УВД области, который мне говорит о том, что Олег Михайлович, ну, мне неудобно вам это говорить, но ваш начальник, прокурор области, как бы извиняющимся тоном говорил перед Кинохом, что мы с Кирюхиным там ничего поделать не можем, это вот то, что его кофту нарестовали, ну, это его происки. Вы же как бы могли делать все, что хотите, вы не подчинялись. Ну, прокурор, район, если я напрямую, ты же мог арестовывать, не объясняя. Ну, да. Другой заместитель прокурора области, ныне действующий, кстати, он говорил о том, что у Кирюхина надо отобрать печать. И все тогда. Да, я говорю, отбирайте и несите всю ответственность за район. Вот, то есть, я еще раз возвращаюсь к этой теме, я считаю, что я честно, я думаю, что мы в печатном варианте интервью не будем так детально вот это...